Олег Николаевич, давайте начнем с ситуации, которая складывается у нас с коронавирусом. Вроде бы Саратов снимает определенные ограничения, второй этап у нас наступил относительно недавно. Но если мы посмотрим на ежедневное количество выявленных случаев, то меньше их не становится. Вот как на самом деле обстоят дела? Вот на настоящий момент я могу вам сказать, что в стационаре на сегодняшний момент у нас находится 2146 человек. Это одна из самых высоких цифр за последние или даже за весь период пандемии. Мы стояли на оплату вниз, мы практически очень немножко опустились. Наступило 2-3 недели назад, то есть с открытием, приездом жителей, как объясняет и Мурашко наш министр, так все-таки мы этому предвержены, смешением потоков за счет возврата детей, лиц с разных регионов к новому учебному году. Группирование людей в единые коллективы, выходы на работу к летнему сезону и так далее. Но я стою на том мнении и его поддерживаю, что режим жесткий, масочный нужен. Понятие дистанционного работы обязательно нужно на любом этапе, как на первом, так и на втором и на третьем. Сейчас могу еще сказать, еще идет одна неприятность, она у нас как бы логично, стабильно по годам в год. Сейчас присоединился все-таки УРВИ, которая, например, в группе от 15 лет почти в два раза сейчас имеется рост заболеваемости. Два с половиной даже раза по этим нозологиям. Тоже связано с сезонностью, тоже связано с приездом. Хотя и говорят в определенных средствах массовой информации, в научных кругах, что вот этот риновирус, когда заболеваешь, в том числе отталкивает коронавирус. Но это еще не доказано. Поэтому мы сейчас имеем большое количество, огромное количество обращений, связанных как ковид-инфекция смешанная, ОРВИ и грипп. Сразу скажу, на этом фоне, на фоне вот этого, что мы сейчас имеем, мы имеем еще небольшое количество времени, да и ПИД подъема значительного. Крайне необходимо привиться от гриппа и вот от вирусной инфекции. На сегодняшний момент поступило 400 с лишним тысяч доз вакцины, 300 тысяч для взрослого населения, 100 с лишним для детского населения. И мы на сегодняшний момент более 50% на вчерашний день уже привили по области из этой вакцины. Это первая часть. А всего будет около полутора миллионов. Это 60% от населения нашей области. На этом фоне еще, скажем, к нам поступит буквально вот уже анонсировано и вакцина от ковид, которая Центр Гамалея разработана, все, наверное, об этом слышали, знают. Это уникальная вакцина, двухкомпонентная, то есть ее двукратно надо будет вводить. Первый, с интервалом другой. Ее ни в коей мере нельзя покупать. Я сразу предупрежу, наше население, у кого-то с рук, где-то у кого-то и сумки, кто будет доставать и предлагать это ни в коей мере, потому что эта вакцина транспортируется при минус 18 градусов. Это уникальная должна быть транспортировка. И доступна только медицинским работникам и так далее. Поэтому нахождение ее в сумках, в каких-то вещах, в шкафах, перевозках, придет к ее гибели. И невозможность и неадекватность лечения по этому вещам. С этим надо быть очень осторожным, потому что, я думаю, на этом фоне обязательно появятся какие-то, так называемые практикующие врачи и помощь оказывать ту, которая может привести к вреду. Когда люди смогут начать прививаться этой вакциной, и кого будут прививать той, которая поступит в первую очередь? Мы сейчас, если говорим про ковид-вакцину, эта вакцина в первую очередь, как анонсировало наше государство, будет доступна учителям и врачам, те, которые еще не принесли эту инфекцию, тем, кому положено. Она исключительно добровольная. Те люди, которые общаются, имеют риск, имеют риск и возможности заражения по роду своей работы, по своей деятельности, конечно, я считаю, что должны привиться. Ну вот, а когда появится такая возможность, вот уже после врачей и медиков, есть шанс, что в этом году простые граждане смогут сделать... Как только нам вакцина поступит, мы об этом открыто скажем, где, когда, сколько, кому, для того, чтобы население наше знало и думать к Новому году, всех, кто захотят, все получат эту вакцинацию. «Подскажите, что делать? Я работаю воспитателем в детском саду, на данный момент болею, подозреваю COVID-19. Я не чувствую запахи. Поликлиника, которая находится на московском шоссе 16А, отказывает в Москах на COVID-19. Сказали, что делают только людям старше 65 лет, а за оплату этот анализ стоит 3 тысячи». Спрашивают наши читатели. Если человек имеет симптомы, а потеря запаха, плохое самочувствие является симптомом, то поликлиника обязана взять мазок. Мы признаем, что то количество анализов, которые мы сейчас производим, а это иногда до 4,5, две смены работают в лаборатории, недостаточно для того, чтобы охватить всю группу населения. В таких случаях главный врач, непосредственно поликлиника, должна принимать меры, объяснять людям, ставить как бы не на очередь, а на определенную последовательность исполнения анализов и выполнять гражданам. Если необходимо, мы пусть обратятся через вас или через нас, мы обязательно это сделаем. Гораздо важнее вот этому гражданину, который так себя почувствовал, или человеку, выполнить компьютерную томографию. Это или рентгеновский снимок легких в худшем варианте, для того, чтобы обеспечить себя, вот эта симптоматика, увидеть, что нет воспаления легких, что не требуется адекватно мощное лечение в этом направлении, чтобы предупредить развитие вот этой вот легочной недостаточности, где потребуется кислород. Ну вот вы, кстати, упомянули пневмонию, а вот что сейчас с этим заболеванием, фиксируется ли рост? Надо сразу тоже здесь четко определиться. Значит, я считаю, что при коронавирусе вот эта пневмония, которую мы называем тоже пневмонией, это пневмонит. То есть это реакция легких на первом этапе на внедрение вируса. И у каждого она происходит по-разному. То есть зависит от аутоиммунной системы человеческого организма. Это один из симптомов проявления коронавирусной инфекции на первых этапах. В последующем, если не проводить лечение, если не заниматься собой, и если этот процесс идет дальше, уже не в зависимости даже от ситуации, а в зависимости от иммунной системы, может присоединиться вторичная инфекция, и возникнет вот эта настоящая пневмония, которая требует антибиотиков, которая требует лечения и так далее. Пневмонии, которые у нас были в неболичной, они остаются, они имеют тоже рост, и к ним присоединяются еще пневмонит. Если, во-первых, рост наблюдается в полтора раза, два, то, во-вторых, как сказал пневмонит, у вирусных пневмоний, у нас почти в 700 раз. Пневмонит лечится очень тяжело. 14-18 дней, еще потом требуется реабилитационное лечение, да, в области. Те люди, которые переболели, они это знают, как тяжело им находиться даже в последующих, после выписки из стационара дома. Поэтому мы пошли дальше. Мы открываем реабилитационные койки для лечения после ковида. Потому что мы вот за этот короткий срок, 20-15 дней, мы не можем весь процесс проконтролировать тяжести состояния. И теперь лица, которые после выписки, они могут пролечиться дальше, восстановить свой организм. Это будет и в 12-й больнице, это будет и в 10-й больнице койки открыты, это будет и в 9-й больнице часть койки открыты. В том числе профильного, сочетанного типа, когда имеют люди сопутствующие патологии, например, сочетали сосудистую и переболели ковид. Вот в зависимости от этого разные стационары предусмотрены. То есть это будут люди? И привлекаем, да. А самое главное, мы привлекаем еще с 21-го числа открываются реабилитационные койки Октябрьского ущелья. Еще один вопрос на эту тему. Вот вы очень такую важную цифру озвучили в начале. 2000 человек сейчас в больницах с коронавирусом. Означает ли это, что люди просто запускают болезнь и в итоге оказываются на больничных койках? Вы правы в этом. Если я вам нарисовал бы график, его даже можно увидеть, везде есть этот график заболеваемости, да, обращения, вернее, даже к больным, то вот обращения идут по 140-150 человек, как в субботу-воскресенье падают до 60 на 80, то есть 80, а в понедельник сразу 210. То есть в субботу-воскресенье люди предпочитают не обращаться, так как выходной день. Лечиться народными методами. Да, народными методами у себя дома. И начинают вызвать и так далее. Я прошу тоже у граждан наших огромное извинение за задержку скорой помощи. Просто вызовы в основном поступают вечером, да, основная масса, до 150 вызовов на скорую помощь. Такая нагрузка, в принципе, очень большая для врачей скорой помощи, потому что это исключительно доставка спецбригадами, обученными, лицами в определенной форме и так далее. Мы всю скорую исключительно доставку не можем развернуть, потому что никто не снял с нее обычных патологий, таких как давление, сердечно-сосудистые, любые ДТП. Детская тема тоже в связи с медициной у нас довольно громко звучит. История Балаковска, не могу о ней не спросить. Вот что там на самом деле происходит с объединением больниц? Ну да, мы тоже читаем и смотрим газеты, но я здесь бы сказал так, что здесь никакого конфликта как такового нет. Есть, конечно, сожалению, с большим уважением отношусь к руководителю детской поликлиники. Более того, подчеркну сразу, ни один пост, ни одна медсестра, ни один врач, ни один работник системы здравоохранения не сокращается внутренне. Изменяется просто структурность и массовость управленческого аппарата. Оно приводится к необходимости обслуживания наших врачей, потому что первично врач, медсестра, участковая медсестра, первичная их зарплата, первичная их нагрузка, они должны получать зарплату именно по нагрузке. Никакое не увеличение объемов кругов для этих врачей, никакой не перевод из взрослой поликлиники в детскую врачей, даже близко не предусматривается, потому что мы, медицина, работаем по строгому регламенту. Поэтому мы смотрим, как изменить эту структуру, как ее преобразовать, как помочь в том числе. А в этом случае этой поликлинике, в частности, нужно помогать. Мы в прошлом году ей очень сильно помогли. Мы ей дали двойной тариф финансирования, в отличие от других детских поликлиник, потому что они могли даже выплатить зарплатную плату. Конечно, любое так называемое изменение, оно меняет структуру финансирования в верхнем руководстве. И, конечно, никому не хочется менять что-то в этой своей жизни на этом этапе. Но мы, в первую очередь, должны думать о детях, а не о этой структуре. Я ни в коей мере не разрываю руководство этой поликлиники от своих действий. Мы одно целое. Мы не можем говорить «они». Такого слова не должно быть. Это мы. Если бы мы не дорабатывали, мы должны применить какие-то меры, не стоять на месте, как предлагается. Вот оставим все как есть, давайте оставим все как есть, ничего делать не будем. Но сама же главная врач заявляет, что все плохо. Плохо-то как? Вот плохо в той сейчас, что как сейчас есть. Значит, что-то надо изменить. Но не просто так с головой. Мы продумали этот вопрос. Это не то, что вот решили изменить. Продумали, убедились, увидели. Пример. Первую поликлинику, которую взрослые там, мы ставим сейчас. Сейчас поставляем компьютерный томограф. Он будет там стоять. Компьютерный томограф – какой-то элемент, в котором можно и для взрослых, и для детей работать. Теперь при соединении этот компьютерный томограф обязан и будет иметь место для обслуживания детского населения. И главный врач этой больницы обязан это сделать. Будут выделены дни, маршрутизация для детей, часы прием. Сейчас этого нет. Если мы оставим все как есть, дети будут вынуждены ходить на этот компьютерный томограф и платить деньги, чтобы пройти обследование. Зачем это нужно? Детей вообще нельзя пускать на платную медицину. Я категорически против этого. Вот вы сказали про зарплату. Ну, судя опять же, потому что пишут люди, бытует мнение, что вот именно при таком объединении врачи могут потерять что-то в заработке. Во-первых, снижать зарплату, если она не была, конечно, начислена незаконно, ни в коей мере не должна, ни на один рубль. Только не надо нам путать со стимулирующими определенными. Например, сейчас объясню, какого плана. Например, врач работал в определенный период врачом, принимал людей, да. Это я уже не веб-это и поликлинике говорю, а вообще, как вот иногда бывает. И принимал, похоже, расчеты при диспансеризации, знаете, да, при осмотрах плановых или при, там, дополнительных медосмотрах, которые есть. Получал от этого соответствующий, ну, процент своей деятельности. Сейчас, вы знаете, пандемия. Были остановлены медосводы, то есть он перестал выполнять эту работу платно. Вот он получает, а вот сейчас некоторые жалобы поступают. Мне уменьшили зарплату, ну, не зарплату, а не стали платить за то сейчас, что вы не выполняете. Потому что нет этой работы. Но я сказал главным врачам, посмотрите, если это меняет существенно доход специалиста, предложите ему дополнительную другую работу. Доход человека не должен платить, потому что он на него рассчитывал. У многих есть кредиты, у многих есть обязательства. Они рассчитывали на ту сумму, с которой работа должна быть. Но вот здесь, в этом случае, это не снижение заработной платы. Это не выплата. А снижение мы не допустим. Спасибо, Олег Николаевич. Спасибо вам.